Хотите, чтобы ваш двор был комфортным и красивым? Проявите инициативу. В этот вторник в городской администрации состоялось заседание комиссии по проведению конкурсного отбора проектов. Всего от горожан в этом году поступило 84 предложения по благоустройству. Напомню, в 2024 году программа «Инициативное бюджетирование» будет реализовываться в Магнитогорске уже четвертый раз по инициативе партии «Единая Россия» при поддержке губернатора Алексея Тексера. Сбор инициатив от жителей проходил с 3 октября по 1 ноября. Для этого организовали вкладку на сайте администрации, где можно было ознакомиться с нормативными документами. Заявки подавали граждане старше 16 лет, объединенные в группы не менее 10 человек, а также КТОСы. Всего поступило 84 предложения по благоустройству. В начале декабря все инициативы были опубликованы на портале «Активный житель 74». Горожане могли проголосовать за понравившиеся идеи. В результате конкурсной комиссии на обсуждение было предложено 53 проекта. И вот сегодня именно 53 проекта вынесены на заседание конкурсной комиссии. Баллы комиссия будет расставляться в соответствии с областным законом. И там очень интересные есть критерии, даже финансовое, имущественное или трудовое участие самих горожан, которые в этих дворах проживают. Более того, позволено и очень правильно сделано, что сами жители могут защищать свои проекты. И поэтому вот так много неравнодушных людей сегодня здесь. Среди неравнодушных людей Людмила Михалева. Она предлагает проект реконструкции памятника «Первая палатка» и Ольга Окунева, которая представляет проект реконструкции одного из дворов Ленинского района. В рамках инициативного бюджетирования предусматривается реконструкция покрытия памятника «Первой палатки», устройство металлического ограждения, проведение агротехнических мероприятий, сноса ветхоаварийных деревьев и порослей, высадка новых деревьев и кустарников, покраска стеллы памятника «Первой палатки», устройство новых фонарей освещения. Вот все это в рамках «Первой палатки», потому что «Первая палатка» является символом города Магнитогорска. Первомайская улица, дом 14, в этой территории, там был садик, его снесли. Поэтому территория освободилась, причем хорошая территория, поэтому решили сделать там зону отдыха, сделать парковки, ну, парковки, тоже озеленение провести, сделать бордюры новые, оснастить лавочками это место, чтобы жителям было удобнее, комфортнее отдыхать. Отмечу, что на благоустройство территории Магнитогорска в 2024 году было выделено 180 миллионов рублей. Напомню, что, значит, определено было у нас таким образом, что инициативные проекты мы сегодня выбираем в 2023 году, с реализацией в 2024, для того, чтобы у нас была возможность подготовить весь необходимый пакет документов для закупочных действий и, соответственно, для реализации. Поэтому в этом году мы готовим все, что нужно, и на следующий год отыгрываем, и занимаемся благоустройством, и реализовываем. Сегодня комиссия выбрала те проекты, которые будут реализованы в следующем году. Озвучить их планируют в ближайшее время. Юлия Черешнева, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова